Библейский портал экзегет.ру представляет А 22-я, конечно, дает нам рассказ, который становится источником бесконечных пересказов, объяснений, творческих подражаний и так далее. Итак, этот текст, он прежде всего про завет Авраама с Богом. Завет или договор — это когда обе стороны берут какие-то на себя обязательства. Бог дал Аврааму ребенка, сына от любимой жены Сары, обещал, что это будет началом множества потомков, что они овладеют той землей, где Авраам странствует, что Авраам станет благословением для всех народов земли. А что требуется от Авраама взамен? Ну, мы читали, он поверил Богу, это вменилось ему в праведность, как потом Павел это откомментирует. Ну, а что значит поверил Богу? Ну, я вот верю Богу, да, я верю в Бога, я считаю, что Бог существует, я, в принципе, за, так, теоретически. А вот практически. Вот там, где доверие Богу вступит в противоречие с основным родительским инстинктом. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. Авраам сказал ему Бог, да, отозвался Авраам, и Бог сказал, возьми своего сына, единственного, любимого Исаака. Да, он еще уточняет, у него же еще сын Измаил, но, кажется, Авраам, он не особенно дорог. Исаака, иди с ним в землю Мариа, там, на горе, которую я укажу тебе, ты принесешь ее в жертву всесожжения. Смотрите, мы читали, как Авраам спорил с Богом, как на базаре торгуются, из-за уничтожения города Содома. Сколько там праведников, минимальное число, десять, строговарис на десяти, чтобы не уничтожать. А здесь легко и просто Авраам ничего не отвечает. Мы читаем, наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь к тому месту, о котором говорил ему Бог. Не возражает, как ему не жалко сына? Или он даже не задумывается о том, что если он принесет сына в жертву, никакого потомства от этого сына дальше не будет, он умрет. Жертвоприношение, это значит зарезать и сжечь тушу животного, в данном случае тело человека, для Бога. И он не пытается сказать Богу, ну, что ты говоришь такое, как это может быть, ты, судья всей земли, поступишь ли несправедливо. Спорил он тогда про Содом, а про его собственного сына, как ты можешь отнимать то, что ты дал по обещанию. То есть, на самом деле, это рассказ о том, что Авраам готов к бесконечному, беспредельному передовению. А кроме того, наверное, о том, что вот у других народов есть человеческие жертвоприношения, а у евреев почему-то нет. А почему? Они слабаки, вот им не по силам сделать то, что делают финикийцы, например, принесли в жертву своего старшего ребенка для того, чтобы показать, для Бога ты ничего не пожалеешь. Нет, не потому что они слабаки. Вот Авраам идет на это. Интересно, что он ничего не говорит, кстати, Саре, потому что это ведь и ее ребенок, да, то есть, очевидно, не хочет ее заранее волновать или как-то. А что за гора Мариа, мы не знаем. Ну, есть древнее предание, что это, собственно, храмовая гора в Иерусалиме. Почему бы и нет, но напрямую из текста это тоже не следует. На третий день пути посмотрел Авраам и увидел вдали это место. Побудьте здесь, постерегите осла, сказал он слугам. А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам. О чем идет речь? Поклонимся Богу и вернемся к вам. Если он собирается его принести в жертву, он, ну, как писал Павел, верил, что получит его обратно невредимым, да, то есть, что, собственно говоря, он воскреснет сразу после жертвоприношения. Или он слуг просто тоже не хотел лишний раз волновать. Как-то сказать им, я иду, чтобы зарезать собственного сына. Ну, конечно, он такого не скажет. А может быть, чтобы Исаака не беспокоить раньше времени, да, он думает, ну, зачем он будет думать. И дальше, кстати, вот такой очень маленький, но очень такой вот насыщенный эмоциями диалог с сыном. Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Тот еще и несет свое собственное дерево, как потом и Христос свой крест понесет. Потом взял огниво, взял нож. Ну, надо же развести огонь, чтобы сжечь жертву. И пошел дальше вдвоем с Исааком. Исаак откликнул Аврааму. Отец, да, сынок, он назвался Авраам. Да, вот такая нежная беседа. Тот спросил, у нас есть огниво и дрова, но где огненок для всесожжения? Сынок, сказал Авраам, Бог видит, где огненок для всесожжения. И они шли дальше вдвоем. Начинал ли он догадываться? Нет, не знаю. Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник. Достал нож и занес над сыном. И тогда возвал к нему с неба ангел Господень. Авраам, Авраам, да, отозвался тот. Не поднимая на него руки, сказал ангел, ничего ему не делай. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты не пожалел отдать мне своего единственного сына. И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес ее в жертву всесожжения вместо сына. Ну, то есть, дело не в том, что Авраам боится, не хочет. А дело в том, что Богу такая жертва не угодна. Место, где все это было, Авраам назвал Яхве и Ре. То есть, Господь увидит. Отсюда и поговорка. На горе Господней будет видно. И вновь ангел Господень возвал к Аврааму с неба. Самим собой уклянусь, говорит Господь. За то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына. Я тебя благословлю. Я дарю тебя потомкам числом, как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми вражеские врата. Твое потомство будет благословением для всех народов земли за то, что ты был послушен мне. Ну и вот, соответственно, договор подтверждается. То есть, смотрите, завет и договор, это не только то, что раз и навсегда заключается. То, что требуется подтверждать периодически. То, что возобновляется. То, что взывает к каким-то новым действиям. Авраам вернулся туда, где оставил слуг. Возвратился вместе с ними в Баршаву. И жил в Баршаве. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Мелька, жена его брата Нахора, родила сыновей. Уци — это первенец Буза, Кемуэла — это отец Арама, Кеседа, Хазопил, Даши, Идлафа и Бетуэла. У Бетуэла родилась дочь Ревека. Ну, еще о ней прочитаем. Это восемь сыновей, которых Мелька родила Авраамову брату Нахору. Кроме того, наложница Нахору по имени Рома родила ему Теваха, Гахама, Таха, Шеймаху. Ну, наверное, это все дано прежде всего для генеалогии Ревекки. Она у нас очень скоро будет нужна. А может быть, еще, чтобы показать, но жизнь при этом идет своим чередом. То есть, ну вот, есть отношение Авраама с его богом, а есть разные другие люди, разные другие события, имена, дети и так далее, и тому подобное. И у Авраама действительно что-то особенное. 23-й, конечно же, история Ревекки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова